итак мы снова идем по просьбе подписчика к дому где он когда-то жил сейчас мы находимся на улице садовой и идем к дому по номер 26 на улице садовой сегодня 10 марта пятница как видите на улице на улицах сугробы и по объему они не уменьшаются хотя были дни когда подтаивала и сегодня в общем то на проезжей части тоже по то кстати эта улица ленинградской мы то успел заметить вот там дальше улицы на улице баня ленинградская и так я хотел сказать что несмотря на то что вот мы видим белоснежные сугробы проезжая часть все-таки подтаивает весна потихонечку берет свое вот сугробы 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 надо сказать что недавно был снегопад и не везде в городе почистили тротуары так сказать если можно назвать тротуарами ну вот такая встреча вообще-то птицы пугливая ворона но здесь как-то удалось ее поснимать попозировала немного ну вот все полетела по своим делам но мы продолжаем идти по улице садовой все следующие улицы которая пересекает улицу саду это улица плеханова ну а мы продолжаем идти по улице садовой на проезжей части снег тает мы сейчас подходим уже к улице чернышевской это улица чернышевская или чернышевского правильно сказать ну вот здесь стоит видно что весна а вот направо пойти это будет уже улица сиралина 20 июня 1984 года улица трактовая была переименована в улицу сиралина но мы продолжаем идти по улице садовой напоминаю нам необходимо дойти до дома номер 26 подписчик который просил посетить этот дом не живет в городе с 1995 года в 1995 году наехал в германию это садовый проезд как видите сугробы улица вся в сугробах улоба и улоба улоба а улоба 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 Продолжение следует... А это улица Целинная, вот я специально поворачиваю, когда мы проходим пересекающие лесодовые улицы. Проходим магазинчик, Нарадус. Впереди тоже магазин Георгий. Кстати говоря, вот я не заснял, не снял, правее, чуть правее, там тоже магазин Горячий хлеб, так он назывался. Сейчас я не знаю, как он называется, но там при магазине была пекарня, выпекали такой хлеб, такие длинные булки. И всегда была очередь за этими булками. Причем покупали сразу же его, только выпекали и покупали горячий хлеб. Это было, если не ошибаюсь, в 90-х годах. Но это улица... Каким жаном мы проходим? Или в прошлом это была улица Красноармейская. Ну, скоро мы уже подойдем к дому номер 26. 132... 132... 28... Сейчас должна быть улица Джангильдина. Здесь, на этой улице, находится... Как он называется... Следственный изолятор. Ну, по-простому... Тюрьма. Также там, когда-то на этой же улице находился и вытряситель. Сейчас, говорят, его нет этого заведения. Кстати говоря, следственный изолятор или тюрьма, когда-то находилась совершенно на отшибе города. Здесь не было никаких домов. Так пишут в воспоминаниях. Ну, вот это улица Джангильдина. Камень-трайки. И вот это улица... Поехали. ну как видите для пешехода здесь проблемы проходить вот здесь вот есть расчищенное место нам приходится идти по проезжей части что небезопасно ну вот мы уже подходим к дому номер 26 вот этот дом дом номер 26 по улице Садовая ну что ж уважаемый подписчик мы выполнили вашу просьбу и дошли до дома номер 26 ну а мне уважаемые зрители подписчики остается пожелать вам крепкого здоровья благополучия хороших выходных хорошей весны ну и конечно мирного неба над головой пишите комментарии если видео понравилось ставьте лайки а также подписывайтесь на канал кто еще не подписался делитесь ссылками на этом все всего доброго до встречи на канале субтитры профилля